В картинной галерее Люберец прошла дискуссия, посвященная волонтерской международной премии «Мы вместе», созданной по инициативе президента Российской Федерации. О правилах участия и о самом проекте рассказали амбассадоры, организаторы и финалисты. А также в торжественной обстановке активистам городского округа вручили первые паспорта гражданина Российской Федерации. Тему продолжит наш корреспондент. Еще шестеро юных жителей городского округа, которым исполнилось 14 лет, стали полноправными гражданами страны. Эти юноши и девушки, волонтеры и активисты вместе с паспортом им вручили Конституцию РФ и благодарственное письмо от главы городского округа. Я желаю только успехов, только развития личностного. Ставьте перед собой самые амбициозные цели, задачи. У вас абсолютно точно все получится. А сразу после вручения участники волонтерского движения узнали о правилах международной премии «Мы вместе». Принять участие могут как раз дети, достигшие 14 лет. Этот проект создан для развития культуры, взаимопомощи и поддержки лидеров социальных инициатив, которые направлены на помощь людям и улучшение качества жизни. Там был запрос на то, чтобы создать как раз-таки такую премию для поощрения и признания добровольческие деятельности, проектов социальных. Уже на протяжении четырех лет, уже идет четвертый сезон премии, мы активно работаем с такими участниками. Про проект рассказывали не только организаторы, но и те, кто сам принимал участие в международной премии и даже стал финалистом. Павел Бережанский в 2021 году представлял проект «Наш участковый врач» и выиграл в номинации «Волонтер года». Премия помогла мне реализовать проект в Московской области. Это проект по поддержке врачей, так называется «Наш участковый врач». Потому что в Московской области у нас две с половиной тысячи врачей-педиатров, из них 1600 – это участковых врачей. Я сам 10 лет отработал участковым врачом в сельской местности. И этот проект созревал все то время, пока я работаю. С супругой у меня тоже врач-педиатр. И сейчас для врачей у нас есть возможность помогать психологической поддержкой, обучение привозить прямо к врачам на рабочее место. Но вообще семь больших блоков именно благодаря премии. Принять участие в премии может каждый, кто реализует социальный проект, занимается добровольческой или наставнической деятельностью. Награды лучшим в этой сфере ежегодно вручает президент России Владимир Владимирович Путин. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.